Папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Левиафан, the last day of the decade Последний день, 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 как сложно Последний день декады, Левиафан Игрушка, по-моему, в стиле такого Тестового, текстового квеста, короче говоря Вышла, нет, не вышла пока еще все эпизоды Но мы с вами посмотрим на начало первого Если кого-то заинтересует, тот, короче, найдет ее, поиграет дальше Посмотрим, что это такое Левиафан, последний день декады Ну, собственно, я правильно перевел Эпизод первый, первый день декады, ты понял? Да, вот нормально сейчас Съеморили разработчики Последний день и сразу первый день Дорожка из этого Из Final Fantasy 9, когда ты бегаешь по болотам Кви Такая же херня Прям вот отвечаю, прям копия Только там дорожка была поуже, а камера была повыше Поэтому там было многих таких дорожек А, может нажать что-то надо? Крейс опять задал кучу уроков Старик совсем свихнул со своей математикой Хорошо, хоть теста сегодня не было Черт! Учебник в школе оставил! Ладно, не подожду же я за ним обратно До Кройст Хэма не близко Да какой дурак будет пешком возвращаться в город ради учебника Если бы тут была Дарина с ее каретой Было бы намного проще Интересно, кстати, почему она не пришла сегодня в школу? Из-за декады, наверное Чего такого страшного в этой декаде, интересно? А может и нет Мы ведь чистокровные, нам болезнь не страшна А, это какая-то болезнь Ох, ну и тяжелая же эта голова И зачем я только согласился на этот дурацкий ритуал? Только бы мама не увидела Как я объясню ей, почему в моей сумке оказался сейчас Клапа? Чего? Эй, говнек! О нет, это опять он Гроф Холифилд Смотрите, как что идет Оливер Вертран Твой дружок сбежал от нас сегодня Только пятки сверкали Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Сука! Почему она такая Почему это существо такое непропорциональное? Скажите мне, пожалуйста У ней голова, по-моему, со всю, короче, грудную клетку Может, как-то неправильно, по-моему, у ней плечи наравне с ушами Это как? Э-э-э Ларс Фадштайн Это правда Что он неправильный? Это правда, что он неправильный? Келл нормальный Отстаньте от него Да ну! Все знают, что он неправильный Только ты не в курсе, кажется Этот центральный нам говорит, да? А вы с ним что? Целуетесь? За ручку держитесь? Эй, пацаны, вы чё? Да ладно, Ларс Вертран-то не такой Правда, Вертран? Оливер, что ты вообще защищаешь его, а? Из-за таких хохон всякие несчастья Происходит беда да проклятие Это все знают Из-за твоего сраного дружка декада началась Да, точно Все из-за кела Знаешь, Оливер Твой приятель меня бесит Но ты бесишь еще больше Так бы и двинул тебе по роже Эй, Гроф, гляди. Гляди, какие у него ботинки. Словно корова жевала. Ага, Вертран, ты чё, опять пешком тащился? Нищеброд! Суки какие неадекватные. Поженим его на дурочке Поли из кондитерской. Обращаюсь к девочке. Миртл, ты ведь уступишь Вертрану дурнушке Поли? Да, Поли, тебе в самый раз. Ну, Вертран, чё же ты? Оденься как жених, бантик повяжи. Да, а где, кстати, твой бантик? Бантик, Вертран, посеял, что ли? Осмотреть хулиганов, давай осмотрим. Оливер из-под лоби смотрит на стоящих перед ним детей. Тот, что впереди, самый наглый. Это Гроф Холифилд. Парень у него за спиной Ларс Фанштайн. А девчонка рядом с ним Миртл Роузвуд. Ну, окей. Так, а... Сначала посмотрим на Миртл. А это Миртл Роузвуд. Спасибо, вы поняли. Она ругается, как наша кухарка. А ведёт себя, как мальчишка. Да и выглядит так же. Я бы не знаю. У мальчишек хотя бы плечи более-менее в пропорциях. А это сейчас Миртл совсем не Миртл. Прямо девчонки из моего класса говорили, будто бы я ей нравлюсь. И я, глядя на Миртл, частенько замечаю, как она отводит глаза. Ай-яй-яй, какая стесняшка. Ну ты посмотри. Хватит смотреть отбросок. А, абсо... абсосок. Абсосок, ты понял? Ты похож на ссаный хрен нашего извозчика, который он поглощит во всех старых шляпах в округе. Что? Ссука. Ссаный хрен нашего извозчика, который он поглощит во всех старых шляпах в округе. Представьте эту картину. Стоит дед с абсосным членом и поглощит его в шляпах, которые находят на полу. Вы наркоманы, по-моему. Это не декады, это наркомания. Вы чё? Вот вы твой папок, значит, я услышал, как ты ругаешься. Её бы удар хватил. Так, по поводу Грофф, это кто? Вот этот левый, да? Грофф. Редкостный мерзавец и засранец. А ещё он ворует деньги из карманов курток в школьном гардеробе. Я сам видел. Мы с ним давно не ладим. Почему-то он решил, что из всех ребят в классе ему позволено унижать именно меня. Ну, давай тогда Ларс. Этого толстого хмыря зовут Ларс Фанштайн. Он вечно прячется за спиной Гроффа. Ах ты, сука, толстый, ссыкун. Наверное, это семейное. Папа говорил, что Фанштайны всегда были комнатными собачками у Холифилдов. Ха-ха-ха. Ну я хер, против Холифилда обычно не попрёшь. Ты же знаешь, что такое Холифилд? Я бы не попёр против Холифилда. Когда я сказал об этом Ларсу, он готов был броситься на меня с кулаками. Хотя нет, Ларс трус. Он только и может что язвить да тявкать из-за спины. Это вся школа знает. Эээ, сопляк, чё пялишься стоишь? Язык проглотил. Эээ, а действовать в смысле как? Тех, кто стоит на месте, жизнь гонит пинками. Так папа говорил. Что-то мне не хочется, чтобы жизнь гнала меня пинками. Особенно, если она пинает так же больно, как Гроф и его дружки. Ха-ха, действительно. Надо действовать. Эээ, драться? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. С тремя? Да баба с палкой, вы чё, ладно этих двух сопляков ещё можно ушатать, но девку с палкой вообще нельзя? Ну давай подерёмся, чё понятное. Эээ, Оливер зажмуривается и бьёт Грофа по лицу. Ах ты сука! Ну молись, говнюк, сейчас я тебя размажу. Мама! Ха, Вертран! Ребята, да он обоссался. Давай, зови, зови мамочку, сопля. Да, зови её, мы её тоже побьём. Побьём. Ха-ха-ха-ха. Побьём и трахнем. Даже тут, представляешь, даже тут. Ха-ха-ха-ха. Слышал, трус. А мы ещё в школе расскажем. Все узнают, что твоя мамаша-шлюха. Не трогай меня. Чё ты там мямлишь? Получай! За что? Получай, получай! Нравится, а? Нормально так, мне просто по чапчану прописывали. Надо было бежать. Ох. 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 Что же мне так не везёт? С самого утра. Сначала двойка по чтению. И до дома опять пешком шёл. Мама уволила извозчика. А толку-то? Денег всё равно нет. Да ещё отец куда-то пропал. Раньше он никогда не уезжал так надолго. Оливер? Это женщина? Дарина, походу, да. Дарина? Оливер, ты что ли? А всё, не похож? У тебя так лицо распухло. Легко не узнать. Дай-ка угадаю. Гроф Холифилд и его дружки, да? Они многих задирают. Но бьют почему-то одного тебя. Сух неудачник какой-то. Это потому, что я защищаю Кела. Эти придурки отыгрываются на мне. Нет, это потому, что ты хлюпик. Дал бы им сдачу хоть раз. Но ты прям умеешь поддержать, мать. Болит? Дай потрогаю. Ты издеваешься, что ли? Это, по-моему, самое чёткое утешение, которое когда только видел вообще. Нет, это из-за того, что ты хлюпик. Болит? Дай потрогаю. Ещё сильнее будет болеть. Ох, жжётся? Не стани. Вот я принесла зелье исцеления. Держи, задира. Подумаешь, пара синяков. Мальчишки всё время дерутся. Мог бы и привыкнуть уже. Вставай давай. И отряхнись. Ты ужасно грязный. Жизнь с женщинами происходит. Почему они такие непропорциональные? Тебе... Тебе-то что? Мне? Мне всё равно. Но вот мама Яна не погладит тебя по головке за испорченную одежду. Типа... Всё, квест пошёл. Чё тут, где тут, как тут? Зелье исцеления. Его надо применить, да? Осмотреть. Давай применим. Вытащив пробку, Оливер подносит бутылку к носу и осторожно принюхивается. Пахнет приятно. Как будто кедром и какими-то травами. Зажмурившись, Оливер быстро отпевает небольшой глоток зелья. Я чувствую, как здоровье и сила наполняют меня! Где, сука, эти три упырячь? Я всем бошки поотрываю нахер! А-а-а-а! Фу, мерзость какая! На! По вкусу гадость редкостная, но так я чувствую себя намного лучше! А ещё очень хочется спать. Голова такая тяжёлая и глаза закрываются просто. Пойду в свою комнату. Взремну пару часов. Окей. Окей. А это чё? Доска для ритуалов. Папа подарил мне её на день рождения. Сказал, что она пригодится мне, чтобы упражняться в колдовстве. Это какой-то фэнтези-мир, насколько я понимаю, да? И головы чужие таскают. Оккультные науки практикуют. Бьют друг друга, суки-черти. Ну ладно. Так, а это чего? А, это куда можно пойти? Ну ни хера себе! С девкой потрещать чё это? Тропинка за этими деревьями ведёт в глубину сада. Она почти заросла, потому что по ней никто не ходит, кроме нас с Келлом. Если прислушаться, можно услышать, как вдалеке катятся волны Айзена и кричат какие-то птицы. Окей. Тут чё? Этому знаку, сложенному из камней, очень много лет. У него на боку вырезано слово Вертра. Буква Н куда-то пропала. Вертра, Вертра... А, Вертран! Это фамилия. Так, ладно, чё ещё? С этой бабой потрещать? Хочешь что-то спросить, Вертран? Спрашивай поскорее. Мне надо бежать домой. Во, начало твоей шляпы, действительно. Какого хера? Что за тупая шляпа у тебя? Тупая? Да она две тысячи стоит, между прочим. Вообще-то, про состояние лоттеров все и так знают, но Дарина не упустит случая о нём напомнить. Рот стал ещё богаче после того, как дядя Дарины попал в верхнюю палату совета. Шляпа как шляпа! Чё пристал? Ты же не любишь носить... Ты же не любишь носить шляпы. А вот полюбила! И что меня смущает в этой шляпе? Сорвай! Давай! Оливер делает шаг к Дарине и быстро шлевает шляпу с её головы. Вот, мать, постриглась, так скажи. Опять втащила, что ли? Оливер, что ты творишь? Охренеть, лоттер, лысая! Ты дурак! Злой, глупый, дурак! Я скажу папочке, он тебя с собаками затравит! Дарина сплачу, убегаю. Вши! А чего бы нет, по-любому вши. Вот, сука, шляпа она полюбила. Лысая кабанка. Ну ладно. Не, это, конечно, не очень культурно. Я понимаю, что это раньше было смешно, весело издеваться над одноклассниками, сверстниками, слабыми людьми. Я так никогда этим не занимался. Просто это было весело всегда в детстве. Потом-то люди взрослеют и понимают, что так делать нельзя. Если ты до сих пор этого не понял, то пойми. Это некультурно. И когда-нибудь вот эти три быдла, они все сядут в тюрьму, их там будут долбить в задницы большие дяди. Поэтому, если ты такой, то срочно прекращай. Будь умным, хорошим, взрослым человеком. Или человечкой, если ты девчонка. И не надо. Ну подумаешь, ну у девки вши. Ну с кем не бывает вши, как вши. Они же проходят, если их стричь, наверное. Ой, ну подумаешь, лысая. Плакать-то чего? Это ничуть не хуже ее дурацких белых косичек. Действительно. Так, ну что, пойдем тогда спать. Мам! Я дома! Мама? Мама где? В печи? И тут нету. Должно быть, мама куда-то ушла по делам. Что за странный запах? Полынь? Да, точно, полынь. Я слышал, что когда начинается декада, надо ставить зажженные лампады с полынью. Да ладно, а че не дай повернуться-то? Это че такое? Старые напольные часы. Они все еще идут, но стрелки дрожат. Механизм давно сломан. Тогда пойдем наверх. Что-то нехорошо мне. Голова кружится. Гров, скотина. А слабо было один на один выйти. Так он тебя один и бил, слышь, ты че какой, Оливер. Ну серьезно. Толстый стоял за спиной, баба с палкой. Вообще тупо на шухере. Один на один. Вот, подумал, что... А ведь правильно он говорит? Пойду прилягу. Может хоть так эта дурацкая голова наконец прекратит кружиться. Оливер идет в свою комнату. Окей. Че за... Че за звук? И че это? Есть насрать! Это че за дела? Зеленое принять, да? Ммм... А... Алло? Дружище! Здорово! Ты как там? Здорово, да неплохо. Ты меня разбудил, засранец. Я щас... Чисто выпал немного из сюжета. Ты как так? Подожди. Они живут в каких-то непонятных там стародравних временах, судя по интерьерам. Они занимаются колдовцом, и в то же время у них звонит кристалл. Это же кристалл? Это че это за херобура? Сам такой. Смотри, Декад, не проспи. Ритуал-то как пошел? Все получилось? Чего? Я ни черта не помню, Келл. Как пришел из школы, сразу спать лег. Какой еще ритуал? Ритуал вызова демона. А ну, сонная ты башка. Ритуал вызова демона? Офигеть! Ты что, и впрямь все забыл? Во вторник мы стащили у учителя Картеникса волшебный свиток. Свиток для вызова демона в Аргуле. Мы прочли его и выяснили, что для ритуала нужны записки мертвых, знахарский порошок и голова мертвеца. Записки мертвых и банку с порошком достал Грег, у него папка-алхимик. А я голову нищенки отрезал. Отрезал. Сука. Голову отрезал. Да я же не отец. Ох, Келл, лучше бы ты кошек мучил. Постой, постой. Ты не понял. Я нашел труп нищенки, умершей от декады и отрезал ее голову. Это не я, слышишь? Я ее не убивал. Ладно, верю. Рассказывай дальше. Ну, голову, порошок, записки и свиток мы отдали тебе, а ты сказал, что проведешь ритуал и вызовешь Варгуля. Я исполню обряд и вызову демона. Ууу, круто. Грег тоже хотел вызвать Варгуля, но у него руки из жопы растут, и все это знают. А я, ну, я на такое никогда не отважусь, ты же знаешь, дружище. Можешь вызвать его прямо в своей комнате. Ты ведь говорил, мол, твоя мама к тебе не заходит, а отец, ну, он ведь уехал, да? Ну, ты сказал, что как бы, ну... Не надо об отце, Келл. Что там с головой и свитком? Ну, ты сказал, что спрячешь голову, баночку с порошком и записки мертвых в сундуке со старыми игрушками. А свиток с заклятием ты при мне засунул в какую-то книжку, как она, кстати, называлась. Короче, найди голову, свиток, баночку со знахарским порошком, записки мертвых и вызови Варгуля. Ты ведь справишься? Ну, думаю, справлюсь. Ну, тогда удачи, дружище! Мы с Грегом держим за тебя пальцы! Если что пойдет не так, звони! Оливер кладет трубку. Я должен найти банку с порошком, записки мертвых и отрезанную голову старой нищенки. Да, еще свиток с заклятием. Помню, что спрятал его в одной из книг. Да ты вообще, что ли, больной, слышишь, демона тут собрался вызывать. Вот одна из книг. Наверное, свиток где-то здесь. Надо посмотреть внимательнее. Опа. Ага, свиток в книге. Из книжки, которую я принес из школы, торчит аккуратно сложенный свиток. Так и знал, что найду его здесь. Взять. Окей. Так, что там еще? Какой-то порошок. Вот это что такое? Этот череп мы с Келлом стащили из лавки травника. Старик, кажется, даже не заметил, что у него с полки что-то пропало. Мы принесли череп в школу, надели на палку и набросили на него длинный черный платок. Девчонки визжали, как безумные, когда в полутемном коридоре внезапно появился мертвец в черном плаще. Учитель карты Никс был в ярости, узнав о наших проделках. Ну вы вообще беспредельщики. Так, ладно, хорош. Чего? Как? А где? В окошко, посмотри, ты не хочешь что-то закрывать? Поверни мне как-то вот... А, вот тут можно вертеть. Сундук. Там тоже что-то есть. Так, ой, голова. Отрезанная голова старушки. Келл сказал, что нашел недалеко от школы нищенку, умершего от декады, и отрезан ей голову. Сука, ну вообще беспредельщики. Так, это порошок. Знахарский порошок. Маленький пузырек с каким-то красным порошком, похожим на грязный песок. А что еще? Вот это что такое? Записки мертвых. Стопа, стопка маленьких серых полуислевших бумажек с колдовскими символами. Записки мертвых. Волшебники используют их, чтобы общаться с духами покойных. Ну и что дальше? Где это надо провести-то? Ну, допустим. Так, посмотрим. Из самого прошлого. Древнейший враг. Люди знали. Нет, это не то. Вот, нашел. Одна четвертая. Чтобы вызвать варгуля, вам понадобятся три вещи. Голова покойника, записки мертвых и знахарский порошок. С помощью коево и надлежит оживлять мертвеца. Два, два четвертых. Наперво наклейте записки на подбородок и лог мертвого. Это и есть первый шаг в обряде. Первый, но не главный. Три четверти. Затем возьмите в руки знахарский порошок. Садоби нужно высыпать в ее мертвые глаза. Четыре четвертых. Теперь, когда разум опечатан, мертвые губы сжаты, а глаза застит кровавый туман, пробуждается темный дух. Похоже на какое-то иносказание. Так, ну допустим. Давай попробуем тогда. Нам, значит, надо взять вот эту хрень. А может перетащить просто? Не, не перетаскивать. А как тогда? Может быть сначала взять голову? Осмотреть. Голова мертвой старушки. Может быть, Келл прав. И все эти рассказы о варгулях лишь глупые сказки. Надо проверить. Так, с чего бы начать ритуал? Надо начать ритуал. Что ж, кажется, я знаю, что нужно делать. Можно начинать. Что-то мне не по себе. Интересно, это вообще опасно? Так, клеим вот это сюда. Оливер клеит записки на лоб головы, но они отваливаются с тихим шорохом. Мгновение, и голова выглядит как прежде. Кажется, надо начинать ритуал сначала. Подожди-ка. А там же написано, что... Ну, допустим, порошок в глаза. Оливер сыплет порошок в глаза. Голвер сдается хлопок. Порошок вспыхнет голубым пламенем. Кажется, впоследствии неправильно. Надо начинать ритуал сначала. Так, тогда взять ее. Или что? Что не так-то? Все уж правильно. Кажется, надо начинать ритуал. Так, подожди. Ты что меня лепишь-то? Так, посмотрим. Из прошлого ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Что будет с аргумом? Это у меня есть. Наклейте запис... А, на подбородок и лоб мертвого. Ну, епта. Все, поехали. На подбородок и лоб мертвого. Все, закрой. Закрой, говорю. Так, на подбородок. Наклейте записки на подбородок. Ага, Оливер клеит записки на подбородок мертвой головы. Потом на лоб. И лоб мертвого. Оливер клеит записки на лоб мертвой головы. Теперь порошок мы сыпем в глаза. Снадобье нужно высыпать в ее мертвые глаза. Ладно. Оливер сыплет порошок в глаза мертвой головы. И тот быстро впитывается в кожу. Ну? А как же тёмный дух, который должен внезапно пробудиться? Нихера ж себе. Вот это да! Твою мать, твою мать! Я гений, я оживил его, кел просто от зависти лопнет, когда узнает! Эй, тихо, злая башка, я тебе твой господин! Эй, потише! Нет, эта тварь сейчас сожрёт меня, надо срочно что-то предпринять! Звонить Келу! Надо скорее позвонить Келу, пока эта тварь не сожрала меня! А, телефон! А как я позвоню-то? Подожди-ка, телефона-то нет! А, м-м-м, поговорить с ней надо! Ещё разочек, нет, а, вот! На двери видны старые полустёртые отпечатки кровавых рук! Кажется, кто-то уже пытался выбраться из комнаты, ему этому не удалось! А-а-а-а-а! Свет включи! Лапа выглядит так, словно не зажигает тысячу лет, вот всё из стекла внутри покрыто пылью! Да ты угораешь, что ли? Нет, беги в окошко! Огромная багрова у нас смотрит с неба на изменившийся сад! Деревья стоят, облетевшие их ветви, словно сделаны из дымчатого стекла, тихо позвонят на ветру! На ветках я вижу странных существ, уродливых птиц, летучих мышей, маленьких большеголовых мертвецов и на лохмотьях! А-а-а-а, мне страшно! Да это чё? Беги! Едва Оливер делает шаг к выходу, как варгуль резким рывком перемещается к двери, преграждая путь! А-а-а-а! Лучше не пытаться сбежать из комнаты, ничем хорошим это не кончится, надо Келлу позвонить, может он что подскажет! Да как, мать твою, ему звонить-то? У тебя есть телефон-то? Надо какой-то кристалл! Вот черепом позвони! Сквозь красный туман, висящий в комнате, череп кажется таким зловещим! В глубине его глаз не смерцают еле видимые желтые точки, или мне кажется! Надо посмотреть поближе! Ух ты, тут целых семь золотых! Вот это ты нормально вообще! Вот кристалл! Позвони через кристалл-то! Хе-хе-хе, кролик какой классный! Как позвонить-то, я не понимаю! Мои книги! Что с ними? Они как будто преобразовались! Надписи на корешках изменились, превратившись в пугающие руны неизвестного языка! И только книжки, которые дарил отец, почему-то остались прежними! Я тебе, мать твою, а чё как звонить-то вообще? Кто-нибудь подскажет? Варгуль парит в воздухе, осматриваясь по сторонам! Он спокоен, но едва я начинаю шевелиться, он сразу же звереет! Надо позвонить Келлу! Так позвони, мать твою, залево! Как звонить-то, сука? Вот! А, на это надо нажать! Длинные гудки в трубке! Келл, не волчи, ответь! Ответь, чёрт возьми! Ну, ну же! Дружище, это ты! Здорово! Келл варгуль ожил! Что? Дружище, это круто! Я тут кое-что придумал! Давай завтра спрячем его в сумку Эмилии, когда он откроет, и варгуль вылезет, и... Келл, придурок! Он сейчас сожрёт меня! Что мне делать? Что мне делать? Что? Хреново, дружище! Видимо, ты и не подчинил его! И он хочет тебя прикончить! Посмотри в свитке! Там должно быть что-нибудь о подчинении варгуле! Сука, ну ты дурень, короче, да? Свиток, быстрее! Быстрее! Так! Оливер замечает, что-то один из злов в свитке неаккуратно загнут! Ага! Ааа, вот тут написано, как приручить варгуля! Одна третья! Праведные идут в тело твоё, Левиафан, дабы уснуть в своём покаянии вечного! Злодеи, избегнувшие пулахи, идут в твоё тело! Левиафан, как на казнь! Две третьих! Лишь души вечно несчастные и страдающие блуждают, ища избавления от горести, угнетавших их в жизни и небытие! Аббиранты, демоны, колдуны, хитрые, тёмные, лживые, искушают те души, манятых счастьем, достижимым, лишь в смерти и головопокойного подчиняется им! Ища избавления от горести, надо ещё раз Келлу позвонить, может он что-нибудь подскажет? Ага, Келл, сука, вот ты подставил, короче, падла, ссыку-то! Отвечай! Келл, алло! Я нашёл кое-что в свитке! Вот души, дель, вечно несчастные, страдающие, так, из-за избавления от... Значит, Варгулем можно стать только тот, кто умер в страданиях! Я думаю, всё дело в этом... В этом, дружище! И вот ещё! Аббиранты, пропустим, искушают души, манятых счастьем, главопокойного подчиняется им! Келл, я всё понял, наверное, я должен пообещать Варгулю то, чего он жаждал, умирая, но... Но она умерла из-за декады! Келл, как я могу пообещать ей, что декады не будет? Что же мне делать? Сигнал пропал. Она сожрёт меня, Келл! Акелл молчит, и этот молчит. Оливер! Оливер, ты ещё тут? Да! Я солгал тебе насчёт головы, помнишь? Я сказал, что нашёл мёртвую нищенку. На самом деле, всё было по-другому! Что? Как? Я видел, как умерла эта женщина, её и били на моих глазах. Я пришёл в фотографию, может быть, она как-то поможет. На телефоне Оливера приходит фотография. Надо смотреть фотографию и понять, что делала старушку несчастной. Ты дебил, нет, Оливер? Как ты здесь не поймёшь, что делала старушку несчастной? Старушку делала несчастной три дебила с палками, которые её били. Вот. Высокородные подонки избивают старушку на оживлённой улице ради забавы. А люди смотрят... Верно! А они, кстати, снимают на свои телефоны. Верно, при жизни она страдала от равнодушия людей, когда умерла. Страдала ещё больше. Кажется, на фото ещё осталось что-то важное. То, что я упустил. Вот эти псы. Люди столпились вокруг. Они просто смотрят, как аристократы издеваются над старой женщиной. А некоторые ещё и снимают это на телефоны. Никто не помогает ей. Кажется, на фото ещё осталось... Эммм... Вот, старушка. Она закрывает лицо от ударов. Ужасное зрелище. У меня сжимается сердце, когда я вижу такое. Почему никто не захотел прекратить её страдания? Неужели все так боялись прогневать аристократов? На этой фотографии больше нет ничего интересного. Надо поговорить с Варгулем. Ошибиться нельзя. Она убьёт меня. Варгуль парит в воздухе, глядя на Оливера злыми и мёртвыми глазами. Шёпотом. Что же делал тебя настолько несчастный? А, равнодушие людей. Люди на улице, они не помогли тебе. Варгуль молча смотрит на Оливера. Да, была одна. Долгий год ты страдал от одиночества, равнодушия и мира. Не знаю, были ли у тебя дети. Возможно, они покинули тебя, и твоя жизнь стала ещё более пустой и безрадостной. Я помогу тебе, слышишь? Отныне ты не будешь одна. Обещаю, теперь я всегда буду рядом. Я клянусь, слышишь, клянусь? Вокруг демона на мгновение вспыхивает зелёная аура, а над его лбом возникают быстро гаснушные золотые руны. Уф, эй, эй. Уберите свет. У меня слезятся глаза. Вероятно, у меня получилось. О, хозяин. Вы удивительны. Вы прекрасны и прелестны. Вы, у меня нет слов, чтобы передать своё восхищение вами. Очевидно, Варгуль считает меня своим господимом. Неужели это навсегда? Поверить не могу, настоящий Варгуль. У меня теперь есть свой собственный демон. Подумать только. Ахахаха, я охеренно крутой. Имя ваше бриллиантовое, имя мой повелитель. Я ж дожду услышать его. Как величать вас? Даже не верится, что это взаправду. Так, значит, я могу выбрать любое имя. Надо попробовать. Так, а... Я даже не знаю, господин, демон лорд. Просто Оливер. Не, ну просто Оливер это как-то не кошерно, по-моему. Давайте... Ну господина тоже что-то не то. Демон лорд. Не, тут пацаны будут смеяться. Какой ты демон, ты же мудак. Господин, во. Хочу, чтобы ты называла меня мой господин. И во всём подчинялась мне. Как скажете, так и будет, мой господин. Кстати, если желаете знать, моё имя Эдна. Итак, чего вы желаете, мой господин? Фруктов? Развлечений? Или убить кого? Ха-ха-ха-ха-ха. Сука. Обосраться. Давайте мы на этом закончим. Мне кажется, игра довольно интересная. Будет, если кому-то захочет смотреть, это прикольно на самом деле. Если я с музыкой ничего там Ютуб не заговнил, то тут, в принципе, будет ещё и музыка, которая на самом деле давала немножко трэша и атмосферки. Прикольный замес. То есть, в игре несколько глав, в игре, ну, как вы заметили, в самом начале уже там 5-6 глав вышли. И довольно всё это прикольно смотрится. Такой текстовый, неторопливый, хороший, спокойный квест. Даже меня он будоражил, хотя я понимаю, конечно, что ничего сейчас быстро делать не надо, но я почему-то под эту музыку, прям меня трясло, я хотел всё это побыстрее, короче, организовать. Такой вот, такой вот, вот, такой вот, вот хороший и прикольный на самом деле квест. Ссылка на плейс остальные мои видео, которые давай глянем в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, никогда не вздумайте вызывать варгули и таскать домой головы мёртвых женщин, старушек, кого бы то ни было, потому что эта игра тут можно, а в жизни, короче, это очень опасно. Всё, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.